Мир вам, дорогая Церковь! Я продолжаю книгу Откровения, 14 глава, сегодня 9, 10, 11 стих, сделаем такой, как бы, краткий обзор. И третий ангел последовал за ним, и говоря громким голосом, Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, И будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и притагнцами, И дым мучений будет восходить во веки веков, И не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, И принимающие начертания имени его. Книга Откровения в своем абсолютном большинстве Это книга, которая говорит о будущих Божьих судах. Это книга, которая говорит о дне гнева Божьего. Сегодня Слово Божие говорит нам, сегодня день спасения, Сегодня день благодати. Несмотря на то, что мы болеем, страдаем, У нас много проблем в жизни, я имею в виду все человечество, Человек умирает, Но это время считается в лице Господа днем спасения, Потому что эта жизнь на земле очень короткая. Наша жизнь на земле только прелюдия к той вечной жизни, И вопрос в том, какой путь ты выберешь, Каким путем ты пойдешь. Вечность, она будет вечностью. И мы об этом будем говорить. Это вечная жизнь или вечное мучение. А книга Откровения говорит о дне гнева. День спасения, если брать, например, даже от времени Иисуса Христа, Более двух тысяч лет, День гнева будет очень быстрый, краткий. Семь лет и последние три с половиной года Еще будет более жестокий к день Божьего гнева. И мы читаем с вами, вообще, 14 глава, Такая глава, которая в сжатой форме, В эту главу включено все откровение Иисуса Христа. Она начинается с Агнца, который видит Агнец, Иоанн, И заканчивается образом, описанием ужаса битвы Армагеддон. Потом дальше мы об этой битве будем говорить, в 16 главе. И здесь мы с вами прочитали, что последние семь лет великой скорби. После этой скорби Бог будет судить. И как Он будет судить тех людей, которые приняли образ зверя, приняли начертание? Это особая группа миллионов, возможно, и миллиардов людей. Это группа в период правления системы Антихриста. Ангел громким голосом говорит. Это те люди, которые... Ангел говорит, кто поклоняются зверю и образу его. Речь идет, что на земле будет одна религия, одно поклонение, один объект поклонения – это зверь, Антихрист или его образ. Поклонение говорит об обожествлении этой личности, о вере в эту личность, о религии этой личности. И те, кто принимает начертание на лоб или на руку, они будут судимы. А что же плохого в этом начертании, братья и сестры? Что плохого? Это будет период не просто запрета веры. Это будет период царствования зверя. И когда ты, человек, принимаешь начертание, ты принимаешь идеологию зверя, ты принимаешь религию зверя, ты принимаешь его отношение к церкви. Это ярость зверя. Система Антихриста будет с яростью убивать христиан и с великим благорасположением относиться к тем, кто запечатлел свою веру принятием печати Антихриста. Печать будет ставиться, чтобы не было сомнений, что человек принял его веру, что он преследует христиан, что он принимает его идеологию Антихристову. И печать будет ставиться, возможно, это будет вживление кредитной карточки. Я не знаю, как это будет. Возможно, там будет вся информация о людях. Но главный кредит этой печати будет, что этот человек поклонился Антихристу, что он принял его идеологию, что он сознательно отверг Христа, если даже у кого-то не будет... Это человек, который будет иметь привилегии на покупку, на продажу, на беспечную экономическую жизнь. Если даже у кого-то не будет денег в банке, он будет жить в кредит за счет того, что он поклонился, принял систему Антихриста, его идеологию. Если ты поклоняешься Антихристу, его идеологии антихристовой, которая сегодня развивается в этом мире, тайна беззакония уже в действии, значит, ты имеешь право на так называемую вечную безопасность Антихриста. В системе Антихриста возможно, исчезнет возможность воровать, потому что налички не будет. Это будет как бы самая справедливая система, которую люди сегодня мечтают. печать Антихриста будет гарантией твоей, я образно говорю, не нашей, братья и сестры, нас там не будет, слава Богу, но это будет гарантией твоей безопасности и контроля. Есть печать, есть доступ в банк, даже если у тебя нет денег своих, потому что ты принял идеологию Антихриста. И поэтому и бедный, и богатый будет безопасен. Условия доступа в магазины, продукты, к одежде, главное, чтобы ты принял печать Антихриста, его веру так называемую, его антиверу. Тогда будет царить дух зверя. Именно тогда, Христос говорил буквально, брат брата будет предавать, отец сына, восстанут дети на родителей в большой своей массе и умертвят их. Именно тогда, в это время, некоторые люди подадут чашку холодной воды с китающимся христианом, потому что много будет уверовавших, от проповеди 144 тысяч. Именно тогда те люди, которые дадут хоть чашку холодной воды во имя праведника, не потеряют свои награды. Об этом говорил Христос. Антихрист будет контролировать всю мировую коммерцию. Все имеющие печать будут жить безопасно. Только с одним условием. Поклониться зверю, принять его идеологию, стать противником Христа. Более того, иметь ярость, ненависть к христианам, к христианам-язычникам, к христианам-иудеям. Кстати, братья и сестры, не надо смущаться. Все те печати, которые нам сегодня кажутся, число 666, это не к этому относится. Это будет время великой скорби. Это будет время, когда церковь будет восхищена. И стих 10-й говорит, тот, именно эта группа людей, которые являются, но приняли образ Антихриста, но в ретроспект это и те люди, которые сегодня принимают дух Антихриста. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Теперь появилось много Антихристов. Теперь, братья и сестры, мы бы с удовольствием прошли мимо этих стихов, которые говорят о вечных мучениях. Нам они не нравятся, нашей плоти не нравятся. Они не нравятся этому миру. Эти места Писания, которые говорят о наказании, о вечных мучениях, они неудобны. Они непопулярны. Они отталкивают. А церкви, может быть, отталкивают даже. Потому что мы должны говорить, мы не можем пройти мимо стихов Священного Писания. Но этот стих является стихом, эти стихи являются стихами спасения. «Пришло время, братья и сестры, и наше время, тогда тем более будут спасать людей страхом». И ангел говорит, «Тот будет пить вино ярости». Десятый стих. «Тот будет пить вино ярости». Вино цельное, вино приготовленное. Чаша гнева его. О чем говорит вино? Что чаша гнева – это будет такой гнев, когда человек ни снаружи, ни внутри не сможет освободиться. Он будет пить это вино ярости. Оно войдет в их внутренность, этот суд, эта агония, эти страдания. Так Слово Божие говорит, «Я не могу пройти мимо этих стихов». Если вино обычно доставляет ощущение сладости, опьянения, забвения, то это вино ярости вместо ожидаемого ощущения производит мучение изнутри и снаружи. В этом вине не будет добавок, там не будет винограда, там не будет фруктов, там будет ярость Божия, боль и мучение. И написано, «Будет мучим в огне и в сере, огонь и сера среда их обитания». Причем ангел говорит, что они будут мучены пред ангелами и агнцем. Братья и сестры, агнец, умерший за нас на кресте, будет видеть мучения этих людей. Христианство слишком упрощенным мы часто понимаем и воспринимаем нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он умер на кресте за нас, Он – совершенная любовь, но агнец и тот, который сказал «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Если у тебя неверное представление о Христе, ты будешь смущаться от этих слов. Да, они мучаются в огне пред его лицом, пред лицом агнца. Он остается любящим, но его любовь свята. Он остается святым, но его святость обличена любовью, окрашена любовью, но любовью какой? К Отцу, к правде, к истине, к спасенным. Он остается справедливым, так, поскольку водой исполнятся все его предсказания, все слова Христа. Он остается праведным, так, как то, о чем говорил Христос, предупреждал столетиями, тысячелетиями через проповедь Евангелия, оно пришло. То, что люди всегда пытались уменьшить, сгладить, задаваясь вопросом, неужели Бог будет мучить людей в аду? Откровение говорит об этой реальности. проповедники, возвещающие мучения в аду, считаются проповедниками, в которых отсутствует какое-то понимание любви, проповедники разделения, проповедники страха. Даже в церковь заходит иногда этот дух. Ну, как я могу пройти мимо Слова Божьего, братья и сестры? Некоторые толкователи пытаются объяснить, что вот это Слово это символ, то есть это не реальность, это символ. Но всякий символ говорит о реальности. Если я нарисую Солнце, это символ, но оно меня не спечет. Но если я посмотрю на Солнце, я ослепну. Если я нарисую огонь, это символ. Но символ говорит об огне, о реальном, о последствиях. Символизм всегда слабее, чем сама реальность. Поэтому если ты не раскаешься о своих грехах, ты попадешь в эту сферу мучений. А как по-другому говорить? Это Слово Божие. Последствия необратимы, говорит Священное Писание. Я хочу напомнить, что Иисус Христос гораздо больше говорил о Божьем гневе, об Аде, чем о любви. В Марка, 9 глава, 43 по 47 стихи прочитайте другие места Писания. Христос говорит, что будь там будет червь не умирает и огонь не угасает. Это что, братья и сестры? Это символ, это реальность? Читайте пророков Ветхого Завета. Там речь о червях идет. Нам неприятно, нам хотелось бы мимо червя пройти. Он неприятен нам. Но это атмосфера, в которой будут жить люди, которые не приняли Иисуса Христа, и тем более те, которые приняли начертание зверя. Это судьба этих людей. В 9 главе, где червь не умирает и огонь не угасает, три раза Христос сказал, только в Евангелии от Марка. Это реальность, братья и сестры. Единственная слава Господу, что Он говорит об этом, чтобы спасти людей. В стихе 11 мы читаем, и дым мучений будет восходить во веки веков. Дым мучений, вечное мучение. Это вечное мучение. Вечное мучение грешников не противоречит Божьему характеру любви или его справедливости. Вечное мучение не является просто исчезновением людей, как учат некоторые конфессии. Жалкие вечные мучения продолжаются вечно. Вечные мучения служат подтверждением правоты Божьего Слова. Многое, что мы считаем в Священном Писании, кажется нам невероятным, тем более вот эти вещи. Но вечные мучения подтверждают абсолютную Божью любовь к людям и к Его Церкви. Абсолютную Божью справедливость грешникам все будут судимы по справедливости. Вечные мучения подтверждают славу Христа и славу Бога. Читайте послание филиппийцам, 2 глава, 11 стих. Даже люди в преисподней, они признают, что Ты, Христос, прав. Ты, Бог, прав. Находясь в мучениях. Страшновато, братья и сестры, пусть Бог сохранит нас. И написано, не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Там не будет забвения, там не будет обезболивающих, там не будет опьянения, там не будет боль покидать хоть на секунду, она не покинет людей, там не будет утешения, там не будет сна ни днем, ни ночью, там не будет света, написано ни днем, ни ночью. А мы читаем в других местах, там будет мрак. Что же будет там? Плач, скрежет зубов, черви, огонь и сера. Просто устрашающее это Слово Божие. Возвращаемся опять, кто эти люди, поклоняющиеся зверю? Каждый человек, мужчина и женщина, будет стоять перед выбором, принять начертание зверя или отвергнуть. Когда дьявол говорил Иисусу Христу, весь мир мой, только поклонись мне, вот тогда это будет воплощение для всего человечества. Твой весь мир. Христос сказал Господу Богу, поклоняйся. Отдельно каждый человек будет стоять перед выбором. Или печать на руку, или на чело, и у тебя все в твоих ногах. Все супермаркеты, кафе, рестораны, все привилегии, все покупки, одежда, обувь, развлечения. Только падший поклонись мне, отвергни Христа. И они будут мучиться во веки веков, те, которые отвергли Христа. Но и сегодня ты стоишь перед выбором. И сегодня, дорогой друг, перед тобой два пути. Или завоевать этот мир, или жить в своем мирке, или принять Иисуса Христа. Как я сказал, сегодня день спасения. День гнева будет очень короткий. Семь лет, потом, последние три с половиной года он усилится, интенсифицируется. Сегодня день спасения. Когда мы читаем внимательно Евангелие, друзья, Евангелие начинается практически все с призыва к покаянию. Марк 1, 15, Христос призывал к покаянию людей. И заканчивается Евангелие также призывом к покаянию. Приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Поэтому пока сегодня этот голос звучит, не мой голос, голос Священного Писания, еще время спасения. Придет время, и этот день наступит очень неожиданно. И тогда все. В свете вот этих слов, братья и сестры, нам надо было усиленнее молиться за своих родных, за близких, за приближенных, за тех, которые знают, и иногда мы как-то не очень смело говорим им, если вам кто-то скажет не страш меня, ничего страшного, страште, в хорошем смысле слова, слово Божие об этом говорит, Библия об этом говорит, страхом спасайте, пусть Господь благословит нас, аминь, помолимся ему. Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, за слово назидания, за пение стихотворения, за все милости Твои, за доброе общение, слава и благодарность Тебе, мой Господь. Мы просим Тебя вот в свете этого слова за наших родных и близких, за родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, детей и внуков. Благослови, Господи, их, кто не знает Тебя, чтобы они скорее пришли к Тебе. Коснись их сердце, веди их так по жизни, Господи, чтобы они возлюбили Тебя, а не этот мир, чтобы они возлюбили Твои привилегии, Твою милость, а не привилегии этого мира, Господи. Благослови их, благослови в этом нашу церковь. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас, церковью Вифлеем. Мы, евангельские христиане-баптисты, наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.